Всем привет! Вы с Олегом Соскиным на моем первом канале. 15 июля, 22 год. Много произошло событий и продолжается разбор ситуации вокруг Винницы с этими драматическо-трагическими очень последствиями и поражением этого города, его центральной части именно с подлодки. И опубликовали полковника, который вот этими шестью лодками там командует, и вот там семья, и жена, и дети, и так далее, и так далее, и кто он, и откуда, и как. Вот, такое обычное лицо, и у него, у жены, там, у детей. Ну вот, получается, человек отдал приказ на такое злодеяние геноцидное. Ну, ему же тоже сверху дали приказ, понятно, что Суровикин должен был давать такой приказ, который руководит всеми этими космическими силами, ракетными и так далее. Целый генерал армии тоже же вроде как семьянин и прочее. Вот, очень такое нехорошее событие. Николаев подвергся сильнейшим ударам, два университета уничтожены. То есть, то, что я вам говорил, и говорил, что надо министру образования необходимо срочно создавать совместные университеты чешско-украинские, словацко-украинские, польско-украинские на их территории. Надо вывозить наш преподавательский состав, студенческий в эти государства. Пока еще не поздно, пока время есть. Вот, поэтому все это домыслы оказались со стороны министерства образования, что можно оффлайн обеспечить и так далее. Ничего нельзя обеспечить, потому что нет никаких гарантий безопасности. Далее столкнулись, идет тяжелая ситуация на фронте, они стремятся захватить и Северск, и Краматорск, и Славян, и Бахмут. Вот, и ничего там как бы не получается у украинской армии. Трудно это противостоять этому, и Хаммерсы не могут, и эти другие гаубицы не помогают. Вот, непонятно как-то там все происходит, как будто такая установка есть со стороны Зеленского, офиса, руководства всей этой страны, чтобы отдать все-таки и Донецкую область. Не только Луганскую, поставлена такая задача. Гайда ее выполнил, теперь можно уже, чтобы и Донецкий выполнял. А потом, что Харьков, Синегубов отдаст или как. Ну, вот, такое впечатление создается. Продолжается очень тяжелая финансо-экономическая ситуация. Потом об этом расскажу больше. Про НАК «Нефтегаз», там ему отказали в отсрочке платежей и по процентам, и по телу долга, по евробондам. Вот, ну, в общем, все-все такое негативное. 9 миллиардов евро тоже Евросоюз не дает. Ну, вроде Штаты что-то дают, там фонд создали. Ну, все это такое на миллиард, там и будут у этих, на 100 миллионов, будут этих летчиков учить на американских самолетах. Все такое, знаете, обетянки, обетянки, дурню радость. А если реально говорить, то ситуация с каждым днем все хуже, хуже и хуже. И вот, ну, обстановимся на следующем событии. Я думаю, оно чрезвычайно важно. Ну, потом хочу еще обязательно рассказать, как там развивается этот конфликт между Зеленским с одной стороны и Спарц с другой стороны. Ну, и, соответственно, республиканской партии и именно трамповским лобби очень тяжелый конфликт идет. Зеленский не хочет отправлять в отставку этого Ермака и этого Таранова, и там еще Демченко есть. Там, короче, целая такая группа, очень серьезная. Ну, теперь смотрите, то есть, ну, это все как бы вот очень важно, важно. Там, пример, Италии Драги подал в отставку, а президент не принял и в Эстонии. Уже отставка и попытка формировать новое правительство во Франции, тяжелейший кризис в Германии. Ну, то есть, везде, везде какие-то события негативные происходят и постоянно, постоянно, постоянно. Но давайте возьмем, поставим во главу угла событие, которое произошло в Москве и о нем говорили постоянно, называли 15 июля, 22 год, что это может быть очень серьезно, произойти какие-то такие вещи, которые связаны с вот этим проведением, внеочередным проведением. Думы, за собранием Думы, Российской Нижней Палаты, законодательной. Прошло оно вот сегодня, но объявлено, что произойдет также рабочая встреча Совета их безопасности и обороны у Путина с постоянными членами. Ну, плюс Путин подписал ряд законов, которые еще более ухудшают и экономико-финансовую ситуацию, и ситуацию по правам человека. То есть, по сути, вводится военное положение, предприятия лишают корпораций их прав, уничтожается конкуренция, вводится государственная монополия. То есть, очень много таких негативных, негативных событий. Формируется так называемая военная государственно-монополистическая, военная модель военного социализма в рамках государственно-монополистической модели, которая нацелена на то, чтобы мобилизационная экономика, а военная, чтобы вести войну. Причем, это должно быть уже, это должна быть не Блицкриха, а длительная война. Ну, и в этой связи рассмотрим, что же там было на этой сессии Думы. Все свелось, собственно, можно сказать, что вроде и не важные события, а можно сказать, что очень важные. Есть такое выражение было у Сталина, оно и сейчас сохраняется, кадры решают все, и в кадрах решают все. Вот на этой Думе заседания обсуждались как раз важнейшие кадровые вопросы. И произошли следующие события. Ну, есть еще Сталина выражение, лес рубят, сучьи летят или щепки летят. Ну, тут уже целые дрова летели сегодня. Итак, что же произошло? Ушел с поста Борисов, это вице-премьер, и по оборонной промышленности, он отвечал за военно-промышленный комплекс, за то, что как готовится, как Россия приготовилась и ведет войну с Украиной, как она эффективно отражает, ну, совершает, скажем так, агрессию против Украины. Вот его отправили отставку, и он заменил Рогозина. То есть он встал на место Рогозина на космос. Рогозина тоже освободили и сказали, что ему дадут, что его трудоустроят. Разные ходят слухи, в том числе, что он должен чуть ли не возглавить президентскую администрацию, или замом быть, или по вопросам вот этого оккупированных территорий. Ну, пока непонятно. Пока непонятно, надо подождать. Но факт остается фактом, что с этой должности его Роскосмоса убрали. Но важно другое, самое ключевое, конечно, это тоже очень серьезное событие, но важно и другое событие, это, так сказать, то, что произошло. Кто же стал вместо этого Борисова, Юрия Борисова, если не ошибаюсь. На его место поставили Монтурова, Дениса Монтурова. Он стал вице-премьером, который будет курировать промышленность, оборону. И он остался министром промышленности и торговли. Он остался. Но подняли его статус до вице-премьера, то есть ему отдали весь ВПК. Фигура серьезная, там ему где-то 53 года. Отец возглавлял в свое время, в советские времена, мурманский горком комсомола. Монтуров очень состоятельный человек и жена его там, целый пластический хирург, целой клиникой владеет. И там у них и собственности очень много, и на мать много оформлено, и было на отца. Но он уже, так сказать, ушел в мир иной. То есть человек очень такой влиятельный, обеспеченный. Ну, одну только вам такую деталь приведу. Он стал исполняющим обязанности министра промышленности в феврале 2012 года. Вот считайте, что он уже 10 лет, более 10 лет министр. При всех получается. То есть и при Медведеве был, и при, получается, был и при этом Путине. То есть эта фигура очень серьезная и влиятельная. Он кандидат экономических наук, он преподаватель. Он закончил социологический факультет. Короче, такая очень-очень фундаментальная фигура, знающая, с огромным опытом. Ну, его портфолио вы можете посмотреть, сами проанализировать, как бы. Но речь должна идти о другом. Это его заявление, когда он сейчас возглавил, ну, стал вице-премьером. Итак, то есть вот, получается, ради экстренного заседания Дума прервала отпуск и собралась. Решили срочно поменять первое лицо, отвечающее за ВПК. Был Юрий Борисов, он ушел. Ну, вот теперь смотрите, что получается. То есть, говорили о разных вариантах. Говорили о том, что должны быть денонсированы Беловожские соглашения. Я, в частности, это говорил. Должен быть восстановлен Советский Союз. Говорили о том, что будет объявлена война, что мобилизация и так далее. Ничего этого не произошло. То есть, произошли кадровые перестановки и все. Больше ничего. Ну, вот, можно говорить, что КГБ, понимая, что внезапности не произойдет, все и так известно, решили ограничиться только кадровыми вопросами. Но они тоже очень важны. Я сейчас проговорим это. Ну, теперь смотрите, что получается. Что он заявил. То есть, на что будет ориентация вот этого Монтурова. Первое. Это производство современных беспилотников и новейших вооружений. Это главный приоритет для военно-промышленного комплекса. Ну, и подчеркну, что дефицит беспилотников в Российской Федерации называют ключевой проблемой российские войска в ходе украинской спецоперации. Ну, не так, чтобы там был дефицит и так далее. Разные высказывались в этой связи информация. Вот, 19-го Путин должен быть в Иране. Иран очень хорошо специализируется на этих беспилотников. И произошло такое важное событие, что в 22-го, где-то в мае, ну, короче, в мае, во второй половине мая был все-таки открыт вот этот завод в Таджикистане по производству иранских беспилотников. То есть, как бы, фактически на территории Таджикистана создается завод беспилотников, который может по полной программе снабжать Российскую Федерацию и армию. Тем более, этот беспилотник у него такая, марка такая, что он прежде всего не боевой дрон, хотя он несет и взрывчатку и может это делать, а тот, который следит, анализирует за ситуацией, разведку осуществляет и дает соответствующую информацию и так далее. Вот это первое, что произошло. То есть, по сути, он заявил о том, что этот Мантуров, что нужны такие беспилотники и они их будут делать. Вопрос только, где они их будут делать, если это будет с Ираном производство или это будет собственное. Но собственного они не могут делать. Очень похоже, что это будет с Ираном производство. Теперь смотрите, что дальше. Тем более, с Ираном очень усиливаются взаимосвязи и Иран заявил, что он хочет срочно и подал заявку вступить в БРИКС. Теперь смотрите дальше. Итак, беспилотники. Раз. Следующий вопрос важный. Мантуров перед назначением выступил с длинной речью о достижении технологического суверенитета. То есть, заявил, что надо в разных отраслях промышленности этого достичь. Итак, беспилотники. Раз. Второе. Россия должна отказаться от рыночной промышленной политики и перейти на путь обеспечения технологического суверенитета. Ну, то есть, по сути, это государственная монополия, это антиконкуренция, это, ну, по сути, это гибель. Это гибель всего сектора промышленности, экономического процесса и процесса расширенного воспроизводства. То есть, отказ от рыночных пидвалов, на каких базуется до сегодняшнего дня, базовалась экономика Российской Федерации. Ну, вот, казалось бы, человек достаточно рыночный человек, который прошел очень много именно, имеет большой опыт по реконструкции предприятий, по рынку, по изменениям в этом самом предприятии, в самом этом человеке, а уходит как раз он вот в систему, по сути, закрытой тоталитарной секты. Следующий очень важный момент для нас будет, это, смотрите, то, чтобы, то есть, рыночной промышленности не будет, частной собственности не будет, конкуренции не будет, будут просто государственные монополии, это, типа, будет технологический суверенитет. Ну, бред полный, конечно, в глобальном мире, в мировом, в системе интернационализации хозяйственной жизни, ой, он хочет добиться какой-то, вот, местечковости. Ну, это опора на собственные силы, это африканская модель, импортозамещение, это, это очень плохая модель. Дальше. Следует ждать возрождение производства в электротронном машиностроении. Ну, это утопия, конечно, ничего тут нельзя сделать. Монтуров ответил, что продажи и производство автомобилей в 22-м году сократятся примерно на 50%. Ну, это он, так сказать, слишком розовый прогноз делает. По сути, надо говорить, что сейчас сократилось производство легковых автомобилей на 90% уже 8%. Откуда он возьмет на 50% падения, это, конечно, сложно сказать. Локализация производства раскистских самолетов тоже совершенно глупость. 400 штук они украли самолетов в лизинге, не хотят деньги платить корпорациям, но там будет конфликт огромнейший. Далее, ну, то есть, самолетостроение само работать не будет, но есть у них, как бы, выходы на Иран и на другие государства в районе Персидского залива и Каспийского моря, через которые они могут попытаться это все сделать. Локализация производства самолетостроения у них полностью развалилась, но он говорит, что они будут собственное налаживать. В 23-м году якобы начнется серийное производство самолетов Супер-Жню. Ну, в общем, все фантазии, фантазии, замена иностранных бортов моделью МС-21, то есть, 214, ну, все брехня, брехня, брехня и брехня. Вот. Что для нас здесь важно понять? То есть, практически этот Мантуров, он будет пытаться, так сказать, проводить экономическую политику правительства с опорой на собственные силы. Но это в Африке очень, в Азии и в некоторых странах было очень распространено. Я когда-то говорил, это заканчивается всегда крахом. То есть, сам, по сути, очень богатый человек. Я думаю, можно говорить, что он минимум мультимиллионер, долларовый, вот, или евро. И рассказывает, как они будут зажимать этот бизнес, предпринимательскую жилку, мелкий и средний бизнес. Вот. Это, я думаю, очень, очень, очень поучительно. То есть, это пришел человек, хотя очень обученный, очень подготовленный, но ориентированный на модель военного государственного социализма. Ну, отсюда будет планирование, отсюда будут запреты, отсюда будет очень такой жесткий милитарный труд. Ну, и карточная система постепенно будет вводиться. То есть, это все очень, это полный уход от рыночной экономики, рыночного хозяйства и капиталистических законов. Ну, пока так. Поэтому мы можем говорить, что началась реставрация, по сути, вот этого способа производства, основанного на военном, государственном, монополистическом социализме. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть все. Посмотрим. Но это говорит, что они готовятся к очень длительной, тяжелой, затяжной войне. Вот я бы вам такой вывод из этого всего сделал. В связи с этими назначениями. Казалось бы, одно назначение, но оно будет чревато вот такими тяжелыми последствиями. Ну, вот, собственно, я бы об этом вам рассказал. Я думаю, что они будут не остановиться, говоря, что все-таки дожимает, пытается дожать этого Лукашенко, Путин, чтобы денонсировать белорусские соглашения. Но пока у него не выходит, Лукашенко стоит очень жестко и мертво, и не хочет никакие уступки идти. Ну, вот, такой расклад получается на сегодняшний день. Ну, и война продолжается с Украиной. Все тяжело, все сложно, все имеет свою тяжелую цену. Но страна стоит, держится Украина. Но надо сказать, что путинская Россия готовится, принимает действия все. И этому свидетельствует заседание Думы сегодняшняя о том, чтобы вести тяжелую, латентную войну в полном объеме. Ну, вот, я бы так вам это все характеризовал. Вы с Олегом Соскиным. И так начинается новый этап фактически тоталитарной, диктаторской, военно-социалистической Российской Федерации. Федерации, которая ведет геноцидную агрессию против нашей страны. Вместе с Белоруссией они одним фронтом атакуют Украину. Вы с Олегом Соскиным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok